План моей лекции План моей лекции стоит из трёх блоков. Первый блок. Так вот, прибор, имеющий больше трёх кнопок, вызывает у меня прямо волнение. Первый блок – это учителя, которые способствовали развитию способностей Лобачевского. Второй блок – непосредственный вклад Лобачевского в развитие астрономии. И третий блок – реализация его идей с помощью практических астрономических наблюдений. Но прежде чем перейти к Лобачевскому, вряд ли ещё в такой аудитории встречусь. Я хочу два слова сказать о предыстории. Значит, астрономия в Казани вообще-то имеет долгую историю. В 1761 году учитель Комов наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца. Но это не эта дата. Дата вот какая интересная. В 1394 году наш поэт Саиф Сараи написал превосходную поэму «Сухерик Дурсун». Это аналог Ромео Джульетта. И вот он в своих стихах, поэмах написал такую фразу. Я вольный перевод. Сухери в цепях мимо сада вели душа Гульдурсун. Гульдурсун – это девушка Сухери, это молодой пленённый рыдинский воин. Душа Гульдурсун словно взмыла земли. Узнала любви, притяжение душа. Землею вокруг солнца окружение верша. Она полюбила мечтание своём, себя в виде розы, его соловьём. Уже за 150 лет до Коперника наши коллеги на нашей древней территории уже имели представление о системе мира Коперника. А теперь уже возвращаюсь, конечно, к Лобачевскому. После смерти мужа, мать Лобачевского, Просковья Александровна, решила переехать в Казань и попросила директора первой гимназии. Вот изображение 800-го года. Вот изображение, догадываетесь, что это за здание сейчас. Так, попросила принять троих сыновей в эту гимназию. Кстати, эта гимназия обслужена не только по Волжне, но и всю Сибирь. И при преступлении в эту гимназию молодому мальчику Коле дали задачу, вот её содержание здесь написано, это связано с бассейном, в котором есть трубы, вливающие воду за час, за два часа и так далее. И дали ему некоторое время решить задачу. Коля мгновенно решил устно её и дал правильный ответ. Дальнейшая судьба Коли связана, конечно, с теми учителями в гимназии, которые преподавали физику, математику, астрономию и так далее. К счастью, такими учителями оказались выпускники Московского университета. Люди очень заинтересованы, чтобы дать образование. И прежде всего я хотел бы отметить Кардашевского, о котором Аксаков, который учился вместе с Колей, принадлежал небольшому числу людей, нравственного сота которых очень редко встречается и которые везде есть строгое проявление красоты. Вот эта фраза относится не только к Кардашевскому, но и к следующему учителю. Попутно я хотел сказать, что в этом училище работал ещё преподавателем Ибрагимов Николай Михайлович или Нигмат Мисаилович. Он преподавал им словесность и приучил, и дал Лобачевскому те знания, что Лобачевский писал стихи. К сожалению, эти стихи не сохранились, кроме одного стихотворения о Волге. Поэтому я считаю, что Кардашевский был первый учитель, который привил молодому Лобачевскому любовь к математике. Следующий учитель, это, конечно, Запольский, который имел кабинет физики и в котором находились астрономические инструменты. И вот Запольский Иван Ипатович, он привил молодому Лобачевскому любовь к физике и астрономии. Затем Лобачевский поступает в университет, и очень важно, в какие руки мог попасть Лобачевский. Дело в том, что на начальной стадии развития университета было очень много немецких профессоров, и у этих профессоров сообразовались две группы. Группа многочисленная, которую назвали биоти, биотийцами. Биоти – это район в Греции, где жили в основном невежественные люди. Вот эта группа немецких профессоров невежественных, приехавших только ради карьеры, и им протестовала, была противопоставлена группа, не очень многочисленная группа профессоров, куда входил. Бартельс, Литров, Боннар, ну и ряд других учителей. Значит, мы честно ученые, писал Бартельс, и не желаем ничего общего с этими невежественными людьми. Мы приехали работать, они приехали за легкой картиной. Вообще, я считаю, что профессора делятся на несколько категорий, я всегда студентам об этом говорю. Обычно профессора в лекциях излагают, хорошие профессора в лекциях объясняют, отлично профессора в лекциях доказывают, а вот выдающиеся профессора, они вдохновляют. И вот Бартельс принадлежит к этой последней категории. Это вообще удивительный человек. Он не сделал каких-то больших вкладов в математику, но у него было удивительное чутье на таланты. Вот когда он подрабатывал помощником учителя в Германии, помощник выполнял обязанности, чинил кардаши, проверял тетради. И он обратил внимание на восьмилетнюю мальчишку из Южной Германии, который проявлял удивительные математические способности. Он долго за ним курировал, и в конце концов из этого мальчишки вырос Карл Фридрих Гаусс, который сделан из того же дерева, из которого природа создает Ньютов и Эллеров. Благодаря Бартельсу, собственно, и появилась такая фигура. Когда Симонов Иван Михайлович, будущий профессор университета, поступал в университет, он тоже планировал поступать на отделение словесности. Он писал превосходные стихи, но когда он сдавал математику, удивительно, отделение словесности сдавали математику, Бартельс принимал экзамен и обратил внимание на математические способности Симонова и уговорил его поступать на отделение физико-математическое. Я считаю, что благодаря этому Россия потеряла, видимо, будущего превосходного поэта, но приобрела выдающегося астронома. Двигаемся дальше. Бартельс курировал Лобачевским. Он всегда подбрасывал ему интересные задачки, причем задачки в основном астрономические. И надо понимать, что в это время, в начале XIX века, уже были известны законы всемирного тяготения, законы Кеплера, уже была создана интегральная и вычислительная дифференциальная математика. И поэтому все задачи, они в основном имели астрономическое приложение. И вот первая работа, которую подбросил Бартельс, о вращении небесных тел, которое уже Лагранш решил. Сам Бартельс с этой задачей разбирался несколько дней. А когда Лобачевский на лекции услышал о проблемах с этой задачей, он к концу лекции представил бумажки. По окончанию последней лекции подал мне решение столь запутанной задачи на нескольких листочках. И академик Вишневский, который случайно здесь оказался, неожиданно был восхищен столь небольшим опытом наших студентов. Литров, уже заведующий кафедрой астрономии, тоже проявлял интерес к Лобачевскому, хотел из него сделать астронома такого профессионального. Он привлекал его к наблюдениям. Лобачевский невооруженным глазом наблюдал Сеп Венеры, небольшие выступы Сатурна, которые свидетельствуют о кольце. Двигаемся дальше. Но главный труд, определяющий всю философию, я говорю пока что о философии, об отношении к познанию, это, конечно, труд Лапласа, пять томов небесной механики и, самое главное, изложение системы мира. Здесь на основании закона всемирного тяготения объясняется движение планет, их спутников и так далее. И была высказана гипотеза об образовании солнечной системы. Почему я говорю, что этот труд определил философию Лобачевского? Дело в том, что я не зря показываю портрет Бонапарта. Бонапарт, оказывается, был достаточно эрудированным человек, изучал труды, и в частности он изучал труды «Математическую основу натуральной философии», это известная книга Ньютона. И он, когда получил книгу «Изложение системы мира», которая считается песней торжествующего разума, он вызвал Лапласа и спросил, «Вот я читал труды Ньютона, и там везде упоминается ему Бога». На что Лаплас громко сказал, «В моей гипотезе этого не надо было». И вот такая философия, что вселенная познаваемая, не надо привлекать какие-то божественные соображения, вот эта философия нам проникала в всю деятельность Лобачевского в будущем. Двигаюсь дальше. Конкретно работа, которая стимулировала Лобачевского заниматься евклидовой геометрией, это был труд Монтьюгла по истории математики. Дело в том, что еще профессоров, чистых профессоров астрономии в это время не было, и Бартельс вынужден был читать курсы по астрономии. Но через некоторое время приехал Литров, новый заведующий кафедры астрономии, эти астрономические часы перешли к Литрову, и тогда Барсин начал читать историю математики и подбросил вот эту книгу молодому Лобачевскому, который вычитал вот такую фразу относительно доказательства пятого постулата «Нельзя вообразить, как трудно это сделать». И вот, видимо, догадка моя, видимо, эта фраза привлекала Лобачевский, и он начал заниматься той геометрией, которую он назвал воображаемой. Но роль Бартельс еще сводится к тому, что Лобачевский вообще по характеру был непримерный отличник. В детстве ему говорили, что ты будешь разбойником. У него были многочисленные шалости. Он ездил на корове по Черному озеру, по территории двора университета. На спор с перевозчиком, бывающим академиком, его сокурсником, на спор выиграл, что он перепрыгнет через профессора и выиграл этот пари. Но самое страшное, что он пускал петарды во дворе университета, чуть ли не вызов пожар. И вот за все эти действия его вообще хотели, Лобачевского, исключить из университета. А позднее, когда он стал магистром, братьевую магистратуру. И вот благодаря Бартельцу, Литру, Боннеру, вот этой группе просвещенных профессоров, он остался в университете. Ну, здесь вот есть докладная профессора Кондарева, где вольнодумство, мечтательное о себе самомнение, упорство даже в возмутительные поступки, оказывая которые в значительной степени явил признаки безбожия, о чем я говорил чуть-чуть раньше. Интерес Лобачевского проявился при наблюдении кометы 1811 года. Литров специально попросил его наблюдать, в надежде на то, что он станет профессиональным астрономом. Это интересный комет, она наблюдала даже днем. Об этой комете есть художественные произведения, описанные вот здесь в этих трудах. Период у него чудовищно большой, 3 тысячи 100 лет. Ну, потом уже достаточно взрослым. Лобачевский наблюдал комету 1832 года, это сейчас мы считаем комета Энке. У нее период всего 3,3 десятых года по сравнению с этим периодом. И есть варианты, что остатки этой кометы падают на Землю, и, вероятно, вот Тунгусское явление 1908 года вызвано этой кометой. Так что, видите, первые такие шаги в изучении астрономии были. Дальше, значит, произошло следующее. Симонова пригласили в кругосветное путешествие Бернесгаузен и Лазарев, где он выполнил грандиозный объем работы, но об этом отдельный разговор. И тогда Лобачевский, у него интерес к астрономии оставался, он подал такое прощение. Не угодно ли будет ученому совету возложить на меня преподавание лекции по астрономии на время Суси профессора Симонова? Если совет согласится на мое предложение, то я прошу его доверие к непопечению обсерватории. Но обсерватория – это слишком громкое название. Обсерватория, созданная Литровым, находилась вот в этом помещении. Вы, надеюсь, узнаете. Там сейчас находится географическое общество. Но вот это здание было построено, часть вот этого здания была построена в 30-х годах. Обсерватория располагалась вот в этой половинке. Может быть, пора сдать это в здании кафедры астрономии. Это я так для начальства говорил. Но, к сожалению, инструменты были очень скудные. Эти все инструменты в основном перешли из физического кабинета гимназии. Так что серьезное наблюдение проводить в этой обсерватории не было возможности. Но когда Симонов приехал, Лобачевского высвободилось время. Он уже не читал многочисленные лекции по астрономии. И он тогда углубился в математику. И вот 11 февраля 1826 года он попросил прощения в ученый совет. И он послал, препровождая сочинение моё под названием «Сжатое изложение начала геометрии параллельных линий». Желаю знать мнение о всем моих товарищей. К сожалению, никакой реакции со стороны ученого совета на эту работу. В этой работе были затронуты астрономические вопросы, поэтому об этом говорю. Никакой реакции не было. Но причин, с моей точки зрения, следующие. Во-первых, очень трудно было профессорам проникнуться в идею реализации вот этой выборожаемой, на первый взгляд, абстрактной геометрии. Другая причина заключалась в том, что два месяца ранее произошло восстание декабристов. И поэтому началась охота на ведьм. И, в частности, как ни странно, реакционный попечитель университета Магницкий оказался в списке таком. И вот претендентом, сменщиком на этой должности предполагался Мусин Пушкин. А Мусин Пушкин был ближайшим другом Лобачевского. И вот профессора не могли понять. Если они будут критиковать Лобачевского, тогда они войдут в конфликт с будущим попечителем Мусин Пушкин. Если они согласятся с Лобачевским, тогда они входят в конфликт с предполагаемым, что он останется Магницким. Вот такая ситуация. То есть время было выбрано неудачно, к сожалению. Но неважно. Так, ну и здесь вот я надеялся, что будут гуманитарии. Обычно говорят, что суть... Математика мне подправят. Суть геометрии Лобачева заключается в том, что через точку, не лежащую на прямой, можно провести... Так, точнее, вот сформулировать, да? Через точку проходит только одна... То есть вот так. Через точку можно провести, не лежащую на прямой, провести только одну прямую. То есть параллельные линии... Так, прошу прощения, я сбился. Лучше так сказать. Значит, самый общепринятый миф, что две параллельные пересекаются. Правильно, да? Но это ложное утверждение. Почему? Потому что по самому определению, что такое параллельные прямые, они не должны подсекаться. Мало того, согласно Лобачевскому, через точку можно провести множество таких непересекающих. Очень запутанно объяснил. Ну вот я приведу тогда вот этот пример. Следствие, это понятно вообще и школьнику. Что сумма углов в треугольнике не равняет 180. Вот формула. Сумма углов альфа, бета, гамма не равняет цепи, а зависит от площади треугольника и от некого фундаментального параметра, названной абсолютной единицей расстояния. Или второе следствие теоремии Кифагора не работает. Правильно я это интерпретирую? Спасибо. Ну, несмотря на такое равнодушное восприятие работы, тем не менее, Лобачевский продолжал печатать труды, так называемые книжки. И вот последняя книжка была вообще им продиктована, потому что он уже был практически слепой. И вот во второй книжке он написал, я не буду зачитывать полностью цитату, но во всяком случае он говорит о том, что надо доказать геометрию, например, астрономическими наблюдениями. И вот он начал заниматься доказательством, используя астрономические наблюдения. Почему астрономические? Ну, за несколько лет до этого Гаусс уже тоже интересовался неэвклидовой геометрией. И ему поручили произвести треугинометрию так называемого Королевства Ганноверского. И он разбил сеть треугольников на территории этого Герцетова, а потом взял треугольник, образованный точками, расположенный на горе. И вот этот треугольник, он очень тщательно исследовал, попытаясь повысить точность. Значит, точность наблюдения он повысить не мог, потому что приборов соответствующих не было. А вот с помощью математики, с помощью уравнивания, он мог достиг точность 10 минус 5 секунды. И в конце концов пришел к выводу, что в масштабах Земли постулат сумма углов равняет 180, и постулат эвклида правильный. Я не уверен, и даже уверен, наверное, что Лобачевский знал об этом результате. Вы знаете, что Гаусс поддерживал Лобачевского, но публично он в этом не признавался, только в переписке частной. Поэтому я думаю, что Лобачевский не знал об этих результатах, но у него была громадная интуиция. Он считал, что в масштабах Земли доказать нельзя неправильность постулата, привлечь астрономические данные. Он взял следующую вещь. Он использовал явление паралактического смещения, которое возникает вследствие вращения Земли вокруг Солнца. И когда Земля вращается вокруг Солнца, наблюдатель в двух предположенных точках сперва видит звезду в одной, в одном положении относительно звезд фона, а потом перемещается вот этот угол, называемый параллаксом, мы его стандартно обозначаем Пи. И вот он надеялся, используя такие параллаксы, доказать справедливость своей геометрии. Но главная проблема заключается в том, что непосредственно вот этот угол определить нельзя. Надо сидеть тогда на звезде и смотреть на радиус или диаметр. В этом была проблема. Поэтому он думал, что если он определил точно вот эти углы, и если будет недостаток до 180, он назвал это дефектом в угле. И он надеялся это выполнить. Надо сказать, вообще обращение к геоцентрической системе это тоже был рискованный шаг. Вы знаете, что учение Коперника было запрещено. Книги не публиковались. Религия не признавала все это. Я вам скажу, что Коперник и Галилей были реабилитированы в 1993 и 1992 году. Это почти что 300-400 лет спустя этой гипотезы. Поэтому это было несколько рискованно. Но Лобачевский думал только о науке, о непосредствиях. И он сформулировал три теоремы. На основании теоремы он пришел к печальному выводу, но это чуть ниже. Значит, первая теорема, вот я, Срунов, обращаю внимание, что он берет не радиус орбиты, а диаметр орбиты. Поэтому везде здесь двоечки стоят. Вот это 2 омега, это как раз дефект в угле. К абсолютно единица, П параллакс, а диаметр орбиты, а вот это омега, дефект суммы углов. И он получил такой результат. При любом расстоянии звезды от Солнца и Земли ее параллакс остается больше некоторой абсолютной величины. Вот, опять 2К. К это, сейчас мы интерпретируем, как характеристика кривизны, А это как раз диаметр орбиты. И здесь вообще возникает двойственность. Эта теорема содержит две противоположности. С одной стороны, Лобачевский считает, что пространство бесконечное, но параллаксы всех звезд, они не могут быть меньше определенной величины. Это первая теорема. Вторая теорема. Он продолжает рассуждать. Он берет две звезды, расположенных на разных расстояниях. Одна звезда поближе с большим параллаксом, другая звезда подальше. И он говорит, если измерены параллаксы двух звезд, то можно определить верхний предел дефекта в том треугольнике, у которого, ну, другими словами, вот в этом треугольнике. Так параллакс можно определить здесь. Он вывел соответствующую формулу. Значит, он использовал, к сожалению, в то время параллаксы не были известны. Они 10 лет спустя были получены для некоторых звезд. Он был вынужден использовать то, что было. А было результаты работы моряка Дасса, который получил очень грубое значение для трех звезд, с большой ошибкой. Но Лобачевскому нечем было делать. Он брал эти параллаксы. И если, значит, взять параллакс вот одной звезды 0,62, а у другой 1, то получается, что вот этот омега-дефект должен быть меньше 0,43. Но если взять вот современные значения, 0,05 и параллакс единичка, скажем, то получается 0,0033. То есть вроде бы появилась надежда, что если точность будет где-то тысячной доли, то этот дефект можно обнаружить. Но это тоже оказалось иллюзией. И он это показал в третьей теореме. В третьей теореме он уже использовал равносторонний треугольник. И в результате размышлений, я опять не привожу все эти размышления, получилось, что 2 омега будет меньше 3,72 на 10 минус 4. К сожалению, это ошибка или расчетов, или я думаю, что это опечатка. Если использовать эти формулы, то результат будет 3,72 секунды на 10 минус 6. И он знает, что такой точности достигнуть в то время не было. И в настоящее время говорит 1,001. И в конце концов он приходит к печальному выводу. Так, ну давайте, пока не буду печальный вывод, а вот опять-таки для предполагаемых гуманитариев, которые здесь сидят, я хотел бы, да и для математиков, хочу привести такой пример, что вот эта формула с гиперболическими функциями А, В и С – это стороны треугольника. Вот предположим, что А, В и С намного меньше К, тогда получается теорема Пифагора. А при обратном соотношении теорема Пифагора не будет выполняться. Согласно Лобачевскому, К равняется 3 на 10,13 степени километров. И вот я произвел для вас расчеты небольшие. Есть ли надежды определить с помощью параллаксов кривизну пространства? Значит, итак, согласно предыдущему слайду, эффект кривизны можно обнаружить при А, В, С намного больше К. Вот я привожу. Солнечная система, беру самую далекую планету, орбиту Урана, расстояние 10,9. Сравниваем с К, В и С намного меньше К. При таких расстояниях кривизна не наблюдается согласно предыдущему соотношению. Я беру теперь другой пример. Скажем, звезда, предположим, мы имеем возможность определить параллакс звезды в самой ближайшей галактике Тумана Сиандромеда. Расстояние до нее 2 на 10,19. Сравниваем с К, 5 на 10,13. В и С намного больше К. Вроде бы кривизну можно обнаружить, но не с помощью параллакса. Потому что для определения такого параллакса точность одна десятимиллионная. Но это явно недостижимая точность. Я думаю, что и в ближайшие десятилетия такая точность не будет достигнута. И, увы, Лобачевский приходит к такому выводу печальному, что изложенная нами теория параллельных предполагает линии с углами в такой зависимости, которая, как мы после увидим, находится или нет в природе, и доказать никто не в состоянии. Лобачевский опередил развитие наблюдательной астрономии почти на 100 лет. И наука ждала Эйнштейна, о чём я скажу в заключительной части своей лекции. Другой интерес. У него всё-таки интерес к астрономии. Вы меня извините, что я спиной к вам. Это как-то... Ну, я вообще-то могу сюда... Нет, давайте всё-таки я так буду. Значит, он проявил интерес к солнечному затмению. Очень удачно. 8 июля 1842 года полоса солнечного затмения проходила через Россию. Поэтому были организованы первые серьёзные экспедиции. И была экспедиция от Казанского университета, в которой участвовал Люпунов и Лобачевский. Они проводили эти наблюдения и опубликовали отчёт. И помимо простой констатации своих наблюдений, Лобачевский начал размышлять о том, как происходит... Почему, по какой причине происходит вот такой светлый ореол, когда звезда покрывает диск Солнца. Но сейчас-то мы знаем. Вот он задаёт вопрос. Как изоткрывать происходение светлого кольца вокруг Солнца? Составляется венец этого вокруг Солнца? Или вокруг Луны? Или гораздо ближе к нам в нашей атмосфере? Это всё пишут в отчёте. Хотя это не требовалось ему вообще включать в отчёт. Но он человек, который смотрит намного глубже. И сейчас мы знаем, конечно... Кстати, ну хорошо. Что весь этот ореол создан горячей хромосферой, ещё более горячей короной. Так что ответ на этот вопрос был дан, но, конечно, позднее. Вот если смотреть отчёт... Вот интересная вот эта цитата. Почему-то её не приводят. Она длинная. Я её зачитывать не буду, потому что надо ещё вникать в эту цитату и читать что-то между строк. Эту цитату приводит академик Вавилов. Он готовил книгу про Ньютона и интересовался результатами работы Лобачевского. И вот если внимательно посмотреть, то фактически здесь впервые сформулирована идея дуализма, двойственности, сочетания волны и частицы. Это было уже полностью доказано Луидой Бролиум в 1923 году. Вы видите, насколько проникновенно в глубину смотрел Лобачевский. Прекрасно понимая, что основой астрономии является наблюдение, Лобачевский задумался как ректор о строительстве новой обсерватории. Первое наблюдение, как я сказал, в 1761 году ошибка было сделано на Арской арке, учёном, я сказал, уже Комовым. Потом была обсерватория здесь. Потом обсерватория была, узнаёте, вот это сейчас дома Лобачевского, вот вход, был пристрой к спешарному дому, но вот это ещё не существовало. Это в 1922 году. И стал вопрос о выборе места. Первое место – это был парк Петрова на склоне. Видимость северного неба очень хорошая. Но от этого, конечно, отказались, потому что соседство с артиллерийскими складами очень опасно. Второе место – это где находится сейчас Суворовское училище. Там был Институт благородных девиц. От этого места тоже отказались. Видимо, по той же самой опасности соседства с Институтом благородных девиц. И самое лучшее место – это где сейчас находится наш институт финансовый. Там стоял дом Поспелого, купца Поспелого. Это очень хорошее место для установки обсерватории. Но Поспелый заломил большую цену для использования этой территории. Университет отказался и построил обсерваторию там, где она сейчас построена. Первый вариант строительства обсерватории было показано вот на этом рисунке. Но при строительстве обсерватории Казань посетил царь Николай I. Он зашел в университет, потом поинтересовался строительством обсерватории, зашел на эту веранду, которая смотрит в сторону верхнего слона, восхищался видом и потом задал вопрос, а почему в обсерватории не предусмотрен купол с установкой телескопа? Ну, ответ современный – денег нет. И тогда Николай I сказал устроить башню наподобие Дерпицкой. Вот Дерпицкая обсерватория, тогда Эстония еще была в составе России. И вот такая башня была построена, и вот современный вид таков. Вот я вам показываю здесь нишу. Вот в этой нише в 1885 году были установлены часы, по которым жила вся Казань. Ну, хорошо, двигаемся дальше. Интересная архитектура. Это тоже для меня было некое открытие. Приезжала лет 30 тому назад женщина, которая писала диссертацию об архитектуре астрономической обсерватории. Она ползала по территории, что-то мерила, и, уезжая, сказал, Нуэль Абдулович, имейте в виду, что в вашей обсерваторе построено по признаку, по принципу золотого сечения. Я вообще чуть не упал со стула. Так, она уехала. Я начал листать литературу. Я обнаружил такую интересную вещь, что существует так называемая пропорция Желтовского, это человек, который исследовал Парфенон и убедил всех, что он построен по принципу золотого сечения. И вот в этой пропорции Желтовского показано, что отношение длины и ширины должно быть 1,13. Я не поленился 30 лет тому назад. Измерил вот это расстояние, 16,9, измерил вот это расстояние, 14,2, поделил и получил 1,19. Ну, еще ошибки можно быть какие-то. Очень близкие к тому соотношению, которое дает золотое сечение. Так, это очень интересно. Я не думаю, что Лобачевский, Симонов, Коринфовский думали об этом, так, что надо построить по золотому сечению. Сомневаюсь. Так, но вот дума о том, чтобы здание было очень пропорциональным и так далее, стихийно привело к тому, что оказывается по золотому сечению. Еще оригинальность этого здания. Обычно, когда строится астрономическая обсерватория, то пытаются ориентировать здание или вдоль меридиана, или в крайнем случае перпендикулярно, как мы говорим в первом вертикале. Но если следовать этому принципу, вот с этой точки меридиан проходит в направлении химфака, вы представьте себе, тогда здание надо было повернуть, и вообще вся архитектура двора была бы испорчена. Поэтому построили по другому принципу, вдоль холма, но для того, чтобы проводить меридианные наблюдения, так, была вот в этом круглом помещении ниша, где стоял меридиан. Что касается вот этой аудитории, здесь была ниша, где был установлен первый вертикал. Вышли из положения. К сожалению, в 1842 году был грандиозный пожар. Пожар этот двигался по улице Воскресенской к университету, потом пожар перебросился на проломную, на небауна, и начал подниматься по астрономической улице, приближаясь к университету. И вот Мусин Пушкин, попечитель, и Лобачевский, и Симонов предприняли грандиозные усилия по спасению университета. Им это удалось. Но обсерватория сильно пострадала. И поэтому астрономические наблюдения, многие труды пропали, астрономические наблюдения начались позднее. Ну а теперь вот перехожу в заключительную часть лекции о наследии Лобачевского. Вот благодаря тому, что заложил Лобачевский, те ростки мы имеем в следующее направление исследования. Я не буду комментировать, тем более в конце я упомяну. Вы, конечно, можете задать вопрос, не слишком ли много направлений для маленького коллектива. Но здесь я хочу повторить философию Шавка Таиповича, моего учителя. Он всегда меня убеждал в том, нельзя поручать читать лекции человеку, по какому-то разделу в астрономии, если он сам не занимается в этой области науки. Это совершенно правильно. И поэтому, чтобы охватить все разделы науки, у нас появлялись специалисты по разным разделам науки. Не галактические, двойные, и так далее, и так далее. Я бегу. Как это еще? Я покажу, не волнуйтесь. Следующее наследие. Интерес Лобачевского комета реализовалось в создании научной школы, возглавляемой Дмитрием Ивановичем Дубягой. Это сын Дубяга, ректора университета и астронома, создателя обсерватории за городом. Он создал фундаментальную монографию определения орбит, переведенная. И сейчас у нас школа существует, очень много кандидатских и докторских диссертаций было. Но я хочу отметить следующее, что еще в молодости он проявил свои способности, что даже в газете «Чикаго Трибун» была помещена его фотография с такой подписью «Открыватель комета Александр Дубяга, 19 лет, удививший астрономический мир». Так что традиции, заложенные Лобачевским в исследовании комет, они продолжаются. Я уже напоминал, что Лобачевский интересовался солнечным затмением. Так вот, к счастью, недавно было солнечное затмение в 2006 году, и эта полоса солнечного затмения проходила через наш телескоп, который находится в Турции. И вот Эльфан Фарич, который здесь присутствует, получил уникальный Эшелес-спектр, который следует и следует и следуется для этого явления. Вот, пожалуйста, Шевкота Ильич. Строить предположения, не располагая фактами, все равно, что пытаться войти в дом, не имея ключа. То есть Шевкота Ильич и директор Загодной обстоятельствы Ефедев, они прекрасно переняли идеи Лобачевского о том, что без серьезной наблюдательной базы будущего в Казани астрономии не будет. Они предприняли ряд усилий, создали базы, это уже продолжение идеи Лобачевского. Ну, например, АОЕ было создано в 1901 году, затем мы построили станцию, вот она показана, очень близко к 6-метровому телескопу, САУ в горах на высоте 9500 метров. И когда в конце 80-х годов был построен телескоп диаметром 1,5 метра, Шевкота Ильич убедил меня в том, что нужно этот телескоп устанавливать обязательно в горах, но в это время распад Советского Союза, горы, где обычно устанавливали телескопы, отошли другим республикам, была полная неопределенность, и по ряду обстоятельств было принято решение установить телескоп в Турции, недалеко от Анталии, так и в горах. Такой телескоп оснащен самым современным оборудованием. Вот изображение телескопа. Вот здесь где-то Ильфан Фарич. Ильфан Фарич, это вы? Благодаря тому, что телескоп расположен в очень хорошем месте и по широте, и по долготе, и по высоте, и оснащен современным оборудованием, это сразу привлекло иностранных коллег. И у нас сейчас большая научная кооперация с Институтом космических исследований, Институтом астрофизики, Макс и Планка, учреждением Украины, Японии, Турции. Этот список можно продолжать. Вот я уже говорил о том, что к нашему телескопу проявили интерес иностранные коллеги и наши российские коллеги. И мы были привлечены к осуществлению такого грандиозного проекта, как мы называем, Интеграл, аббревиатура International Gamma Ray Astrophysical Laboratory. Этот космический телескоп наблюдает гамма-вспышки и рентгеновские вспышки в рентгеновском диапазоне, а наш телескоп, РТТ-150, он кратко называется, Russian Turkish Telescope, наблюдает в видимом диапазоне. Вообще, это удивительное явление вспышки. Но я студентам говорю, вот представьте себе, если мы просубнируем излучение всей нашей Вселенной, 100 миллиардов галактик, то при этой одной вспышке возникает энергия, эквивалентная энергии всей нашей Вселенной. Почти что. Этот проект продолжается, но уже на повестке дня следующий проект спектр рентген-гамма. Это совместно с немцами. Предполагается запустить космический корабль в точку Лагранжа Л-2, и он будет наблюдать небо, изучать скопления галактик, ну и всевозможные чрезвычайно интересные явления. Ну вот, теперь очень беглый обзор, далеко не полный, того, чем мы занимаемся. Но в свое время Ковальский открыл вращение галактики, старший Дубяга инициировал наблюдение и развитие теории Луны. Шавкатаевич указал в своих работах на спиральность нашей галактики, Белькович с своими учениками метеоры изучает, Шиманский Вячеслав Владимирович изучает облучаемые атмосферы, когда вот эта звезда, скажем, нейтронная, облучает своим излучением соседствующую звезду в этой двойной паре. Я очень быстро. Гумеров занимается астрометрией и астероидами, включая опасные. Сулейманов занимается черными нырами и нейтронными звездами. Сосек Вячеслав Васильевич создал со своими коллегами, как вы знаете, уникальный телескоп. Бекмаев Ильфанфаревич, присутствующий здесь, занимается многими вещами и гамма-спышками, и активными галактиками, и скоплением галактики, и экзопланетами, то есть планетами в России, вращающихся вокруг других звезд. И недавно как раз они открыли с японскими коллегами новую планету, вращающуюся вокруг конкретной звезды. Это, кстати, первая экзопланета, открытая в России. Правильно, да, Ильфанфаревич? Подтверждает. Хорошо, двигаемся дальше, у меня времени нет. Я дальше провожу параллель Коперник и Лобачевский. В общем-то, строго говоря, Лобачевского для научного мира за рубежом открыл Клиффорд, английский ученый. Он написал, чем Коперник был для Птоломея, тем Лобачевский был для Евклида. Между Коперником и Лобачевским существует поучительный параллель. Коперник и Лобачевский, оба славяне по происхождению, каждый из них произвел революцию в научных идеях, и значение каждой из революций одинаково велико. Причина громадного значения той и другой революции заключается в том, что они суть революции в нашем понимании космоса. Но аналогия между Коперником и Лобачевским я продолжил еще тем, что это были люди червячайно эрудированные. Они ведь не только были, он, Коперник, был астрономом, а Лобачевский математикой. Коперник был и финансистом, и политиком, и медиком, и так далее. Лобачевский тоже самый был и строителем, и медиком. Он два года учился, чуть-чуть не стал медиком после того, как у него утонул брат. Занимался поэзией и так далее. То есть это были червячайно эрудированные люди. Двигаемся дальше. Параллель. Энштейн и Лобачевский. Вот я, физиков, хочу попросить прочитать эту фразу и подумать, кому она принадлежит. В нашем умении может быть никакого противоречия и так далее, и так далее. Пусть это чистое предположение, только в подтверждение которого надо поискать других убедительных доводов. Но в том, однако, нельзя сомневаться, что силы все производят одни, движение, массу, даже расстояние и углы. С силами все находится в тесной связи. Но кто мог это сказать? Сторонник теории относительности Эйнштейна? Правильно, да? Нет, это сказал Лобачевский. Вы можете сопоставить с другой фразой. Пространство говорит материя, как ей двигаться, а материя говорит пространство, как ему искривляться. Это объяснение Джона Уиллит теории относительности. И вообще я немножко удивлен и даже обижен на Эйнштейна, что вот эта цитата, это должно быть предисловием к его какой-то научной работе. Но вот как-то Эйнштейн не очень обратил внимание на Лобачевского. Эйнштейн вложил физику, а геометрию вложил Лобачевский. Почему-то Эйнштейн об этом нигде не пишет. Ну хорошо, двигаемся дальше. Так, ну параллели Эйнштейна и Лобачевский оба создали, я очень быстро, оба создали новое научное направление в возрасте чуть-чуть более 30 лет. В течение определенного времени их идеи не были поняты, но и признаны. О Лобачевском я уже говорил, даже Симонов, Купфер, Остроградский вообще, отрицательный отзыв о работе Лобачевского. Гаусс молчал, только в личной переписке говорил о поддержке Лобачевского. У Эйнштейна тоже была антиэйнштейновская лига, куда входили Томпсон, Брюллин, Штарк, Рентген. Некоторые из них нобелевские лауреаты. Дальше. Оба осуществили многовековое представление пространства и времени. После их открытия наука стала на новую ступень природы. Ну хорошо, дальше я не буду продолжать, у меня времени нет. Вот для физиков, смотрите. Вот формула Эйнштейна-Понкаре. Она выводится, это прямое следствие в теореме косинусов Лобачевского. Импульс является в геометрии Лобачевского длиной окружности. Энергия является площадью треугольника. Ясное дело, что Эйнштейн должен был обратить внимание на работу Лобачевского. А он ограничился только скупой фразой. Он бросил вызов аксиоме. Но я, кажется, немножко перебрал, так, начиная критиковать Эйнштейна. Но, прошу прощения, но у меня такие мысли возникли. А теперь о доказательстве современных. Надо доказать искривление пространства, созданной Землей. Был запущен спутник Gravity Pro B в 2005 году, а результаты только в 2011 году. Этот спутник вращался на высоте 642 километра. И самое главное, на нем были установлены четыре гироскопа, которые были ориентированы строго на звезду. Это звезда в созвездии Пегаса. И сам аппарат был ориентирован на эту звезду. И была надежда обнаружить вследствие искривления пространства прицессию оси вращения гироскопов. Я очень кратко скажу. Они действительно обнаружили, там два типа прицессии было. Но более понятно, было показано с помощью сверхточек гироскопов, что физическое расстояние, которое пролетел спутник по своей орбите, было на 3 сантиметра меньше, чем следовало бы из расчетов согласно законам эвклидовой геометрии. Итак, в области околоземного пространства искривление пространства доказано. Доказательство искривления околозвездного пространства это известный эксперимент Эдингтона, который решил использовать солнечные затмения. Он наблюдал звезду ночью, когда звезда хорошо видна, и определял координаты этой звезды. Днем звезда не наблюдается. Тогда он решил использовать факт солнечного затмения в 1919 году. Это было полное солнечное затмение, небо было уже достаточно темное, и можно было пронаблюдать эту же самую звезду и определить ее координаты. И он определил координаты. Они оказались не те, которые соответствуют действительности, а измененные. Вот на эту величину 1,98 это получил Эдингтон, а это в Бразилии получили, там тоже солнечные затмения изучали. Айнштейн предсказал, что величина должна быть 1,75. Так, эту картиночку я не показываю, не интерпретирую. Искривление межгалактического пространства. Вот предположим, у нас имеется большая гравитирующая масса. Она называется линзой. Мы наблюдаем Земли объект B. Что мы в результате можем получить? Если пространство около линзы искривляется, то вот этот луч, который бы никогда не попал в глаз наблюдателя, так он искривляется и попадает. Этот луч тоже в результате искривления попадает. Что видит наблюдатель? он смотрит вдоль вот этой линии и видит привидение. Дух. Это не существующий объект. Это изображение объекта B реального в результате преломления. И видит второе привидение D. И на картинке на небе у вас будет сама линза, сам объект и два привидения, два духа. Вы скажете, это сказки, но, извините, я показываю реальные картинки. Эти ложные изображения могут быть самыми разнообразными в виде кольца, в виде дуг. Это все зависит от соотношения от массы, зависит о том, находятся ли все эти три объекта на одной линии и так далее. Вот кресло Энштейна. За этим объектом находится некий объект, который дает вот эти четыре изображения. А вот это я показываю, то, что открыли мои коллеги. Это на нашем телескопе Казанский призрак, вот скопление галактик, вот эта дуга, это изображение объекта, который расположен далеко позади от этого скопления галактик. Так, у меня сколько времени осталось? Я быстренько, а, уже перехожу к наследию. Так. Самое главное наследие, конечно, это люди. Вот я вам показываю, когда мы в 2010 году праздновали 200-летие кафедры, приехали со всех концов России наши ученики. Вот это уже 1975 год. Мы выпустили порядка тысячу студентов, генезистов, даже больше надо подсчитать точно. и астрономов. Вот это уже наши выпускники 1985 года. На что я надеюсь? Я надеюсь на то, что они восприняли все те идеи, которые высказывал Лобачевский в своей знаменитой речи о предметах воспитания. Уверен, что вы отсюда донесете любовь и добродетели и сохраните ее вместе с благодарностью к вашим наставникам. Вы узнаете, что одно чувство любви к ближнему, истинное желание добра просветить вас познаниями, утвердят вас в правилах веры, приучат вас к трудолюбию, порядку, исполнению ваших обязанностей. Я надеюсь, что все эти люди восприняли эти замечательные идеи Лобачевского. Ну и наконец, последние два слайда. Существует Международный астрономический союз, при нем есть комиссия по номенклатуре, которая утверждает астрономические номинования. Только эта комиссия имеет право делать такие номинования. И вот я вам показываю кометы, Дубяга-1, Дубяга-2, астероиды, крат, наш профессор уехал в Санкт-Петербург, Дибай, выпускник, Лобачевский, Мартын, профессор наш, Белькович, лунные кратеры. В частности, есть кратер Лобачевского, очень интересный. Его диаметр 87 километров, глубина 2800 метров, пик 1600 метров, кратер Лобачевского. Ну, напомню, что мы по своей инициативе обратились в Международный Союз в честь 200-летия университета одну планету, открытую нами, назвать Казанский университет, в честь тысячелетия Сюмбеки. Эти планеты сейчас вращаются по орбитам. Ну, здесь картиночка не очень, конечно, правильная. Но я подсчитал, что если взять площади вот этих четырех астероидов, то получается площадь 1300 квадратных километров, что в 20 раз больше территории Татарии, то есть Казанский университет благодаря тем исследованиям позволил Татарстану прирастить площадь в 20 раз больше. Ну, это в порядке шутки. Так, ну и заключение. Я нашел такое стихотворение, оно касается Лобачевского, хотя здесь упомянут Колумб. Я его прочитаю, потому что оно очень важное, это стихотворение. Колумб отважно вдаль стремился, ища железных берегов, и долг путь и становился слышнее ропот моряков. А он глядит на океан, волнение тяжко дышит грудь, вопрос, исполнил ли я свой план, и верен ли мой намечен путь. И вот сбылись его мечты, земля, воскликнул человек, Колумб, кричат матросы, ты прославил Родину навек. Я надеюсь, что вы присоединитесь к этой фразе, действительно, Лобачевский прославил Родину навек. Спасибо. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова